Кто-то ищет хорошие новости там, где их нет, а кто-то ищет способы сделать хорошие новости. Торговый дом Автопрофи выпустил профессиональную линейку автохимии по курсу ниже позапрошлогоднего. Такие цены можно было увидеть, когда доллар стоил тридцатку. И тут нет никакого подвоха. Новая автохимия Автопрофи Перформанс разработана в России и производится полностью в России. Причем в этом конкретном случае не хочется упоминать слово импортозамещение, лучшим определением которого мог быть слоган «Да, не то пальто, но зато наше родное». Эта продукция никого замещать не собирается. У нее и без цены столько преимуществ, что любым импортным конкурентам придется, ой, как не сладко. Но обо всем по порядку. Преимущество первое. Цена по старому курсу. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Если бы не курс, никто бы и не нашел современную лабораторию в России, способную синтезировать нужные вещества, а после грамотно их смешивать, получая правильные составы. Без «Ой, что-то у нас тут выпало в осадок». Ценообразование вышло честным и приятным. Таким, что даже самому злостному коммерсанту, получившему доступ к этой лаборатории, не пришло бы в голову что-то там разбавлять и чего-то там не доливать. А ведь в Приморье прошлым летом все смеялись над тем, как удерживали цены производители якобы российского древесного угля. Да, цена осталась той же, но угля в пачке стало в два раза меньше. Выглядело это так же забавно, как сильно похудевший человек, который не успел обновить гардероб. Преимущество второе. Ассортимент. 11 групп товаров в каждой по нескольку средств. Не все известные марки могут порадовать таким разнообразием, а мы тут говорим всего лишь о стартапе в данном направлении. Практически каждое средство выпускается в виде распылителя и в виде аэрозоля. Для профи, которым без разницы, что там с распылом, у них на всем рука набита. И для тех, кому хочется поменьше заморачиваться, чтобы пеноотдача была максимально качественной. Кстати, эти аэрозольные баллоны соответствуют европейскому ГОСТу и содержат только безопасные компоненты для вспенивания. Это отмечено знаком аттестации «Озонфрендли». Редкий случай заботы об окружающей среде, так как рынок переполнен продукцией с содержанием хлорфторуглеродов, которые хорошо пенят, но крайне негативно воздействуют на озоновый слой. У Автопрофи, повторюсь, пена безопасная для озона. Итак, очистка и уход за моторным отсеком, очистка и уход за мягкими деталями салона. Выберите, что важнее, мощность очистителя, антибактериалка, максимальное пенообразование или защита от ультрафиолета. Далее, универсальные очистители, в том числе мультипена, которая, вот вы видите, скоро произведет настоящий фурор. Уход за пластиком, и тут средства на любой вкус. Хотите матовый эффект, хотите глянцевый, запах ванили, клубники или просто зимняя свежесть. Неплохо для российского производителя, согласитесь. Так и хочется предложить слоган «С новым вкусом и старым курсом». Но да, продолжим. Уход за стеклами пошел дальше банального очистителя, пусть он и с антибликовым эффектом. Тут и антидождь, который работает уже при 60 км в час, и антизапотеватель, и даже средства от обледенения. Раз уж речь о зиме, получайте набор размораживателей для замков и стекол. Одни быстрее срабатывают, другие дольше держат эффект. На выбор. Что касается кузова, тут у нас и очистители от битума и насекомых, и очиститель дисков с защитой от коррозии, и полироль-реставратор шин и бамперов с мощным чернением. Также «Автопрофи Перформанс» это целый набор шампуней, в том числе концентратов. Одни с силиконом и больше защищают, другие с полиролью и больше блеска придают. Отдельного внимания заслуживают преобразователи ржавчины, потому что тут у нас еще один бурющий хит продаж. Преобразователь с содержанием цинка. Производителю далась формула, которая позволила совместить два средства, ранее возможные лишь в разных флаконах. Теперь одной процедурой мы боремся с ржавчиной и оцинковываем во избежание новых проблем. Но еще много-много всего, включая жидкий ключ, который не хуже всем известной ВДшки, силиконовую смазку, без которой нынче никуда, очиститель дроссельной заслонки, он же карбюраторы, быстрый старт и даже дистиллированную воду. Преимущество третье. Качество. Любой производитель мечтал бы хоть об одном из тех преимуществ, что мы уже озвучили. И какая разница, какое качество, когда цена в два раза ниже. Но в Автопрофе наоборот, изначально сделали акцент на качество, отдав низкой цене второстепенную, пусть для кого-то и решающую роль. Чтобы вы понимали подход, продукцию презентовали еще в сентябре, но в последний момент решили не запускать в производство, чтобы сделать дополнительные тесты по истечении полугода, тем самым закрыв вопрос о длительном сроке службы всех выпускаемых средств. О качестве мы еще много будем говорить в нашей программе, причем начиная уже со следующего выпуска. Будут тесты, как обособленные, так и сравнительные, будут отзывы. Преимущество четвертое. Инновации. К этому пункту можно отнести любое средство, так как выпускать современную автохимию в России уже само по себе инновационно в рамках нашей страны. Но давайте все-таки оценивать продукцию по мировым критериям. Под понятие инновации в первую очередь подпадает мультипена, большая заслуга разработчиков, преобразовавших мощный универсальный очиститель уровня 2000 в пену, которая всегда усиливает эффективность средства, и преобразователь ржавчины с цинком, средство нового поколения на основе цинкомагниофосфатных соединений. Как они себя зарекомендуют, покажет время и опять же наши тесты в ближайших выпусках. Преимущество пятое. Оптимизация. Если молоко в два раза дешевле, а по качеству не хуже, а то и лучше других, парились бы вы, что оно продается в невзрачном полиэтиленовом пакете, завязанном на узелок. Вряд ли. Но производитель российской автохимии решил и старой заморочиться. Во-первых, все флаконы Автопрофит Перформанс очень удобные. Все предлагают вроде как анатомическую бутылку. Но только наша по-настоящему анатомическая. Она реально удобно лежит в руке, понимаете? А еще у этой марки очень интересное решение в плане выбора объема. Взять вот этот размораживатель с силиконом. Но зачем вам огромный баллон, если в большинстве регионов страны размораживатель пригождается, ну, от силы раз-два в году. А учитывая, что на каждый такой случай нужно от силы одну-две капельки, ну, даже такого малыша объемом 60 мл хватит и на сибирскую, и на якутскую зимы. И тут уже не напрашивается сравнение с тем самым схуднувшим пакетом угля, так как этот размораживатель стоит всего 49 рублей. Но действительно, зачем переплачивать за то, что потом пролежит без дела? Производители не очень любят, когда мы слишком уж откровенничаем, что, откуда и как. Но допросят меня автопрофи, расскажу немножко, как все получилось с этой автохимией. Руководство торгового дома привезло всем известные флаконы с химии в одну российскую лабораторию. Там их изучили, и выяснилось, что ничего-то особенного по составам и нет. Все у нас есть, все можно точно так же замешать. Замешали, протестили, получилось. Где-то наши ученые даже удивились, мол, почему бы не добавить щепотку соли и не сделать вкуснее. Добавили. Вывод, да есть у нас нормальное производство. Есть люди с головой и руками. Просто любим мы сидеть на попе, а нужно искать, пробовать, делать. И между пропагандой в СМИ, что все мы прорвемся за счет собственного производства и всеобщим унынием, которое по факту происходит, уверен, есть некая золотая середина. И даже если она случится, уже будет намного веселее. Да, не скоро мы увидим российский аналог камеры, на которой все это снимается. Но продукты массового потребления мы уже умеем делать не хуже, а то и лучше импортных.